Игорь, ты ложил, ты ищи ключик от санатория. Ты ложил, ты ложил его где-то. Где они стоят? Где они? Ну где-то здесь. О, подожди. О, смотри, долги, долги. Ты у людей берешь. Так, где ключ? Где ключ? Что это? О! Шановного товарища, ну как сама это? Сусаня, сейчас пельнота. Сапанкомрат к вам завитал. О, Алексей. Выполнили мое дело. Привет. Привет. Сановная шпильнота. Леша. Не знаю вообще. Ты мне так раньше не делал. Ребята, ну что вы там выполнили задание, то что я говорил вам там. Заброшки, земли, надо же скупать сейчас, чтобы развивать бизнес. Да, нашли, только ключик они там чуть через забор надо залезть, нормально? Леха, что это ты автомобильного купил? Бизнес, говорят, ударился где-то польские земли, иначе убрать уже. Ну конечно, потому что трезвость она такая. А, так, ребята, я закрываю, чтобы ты своими грязными руками туда не лезь. Нет, ребята, мне хватит от того позора. Зачем вы вот это вот творимый со мной такой вот клоуном выставляли, дурачком. Зачем мне это надо было? Подмешивал что-то мне, какие-то гадости. Зачем оно надо? Ничего не подмешивал. Не будем, все, вот ваш новый клоун, водку купите там, будете ля-лякать, можете там в трубу к Димке лазить. Ребята, ну вы же знаете, да, что сейчас золотое время покупать по дешевке, а продавать подороже. Я как человек, который уже, видишь, да, как? Типа. Ну, ты видишь, да? Похудел. Это ж тебе не хухры-мухры, да? Видишь? Маркинсплэнцев. А ты помнишь, как я валялся, купался с тобой, да? Видишь какой? Смотри, дай, Милан. Уважаемый человек. Да. Так что, ребят, сейчас смотрим земли, если что-то подходит, мы сразу покупаем. Начинаешь вот это играть, вот сюда проходим и там смотрим. Леша, а что машина кривая у тебя? Смотри. Кривая машина. Ну, что-то вообще, как-то что-то не туда у тебя пошло. На хуя не хватило, я такую взял. Это вообще-то дизайн такой. Слышишь? Это асиметрия, это дизайн такой. Это польский Китай называется. Это дизайн такой. Так, друзья, мы находимся в Ирпене, это не шутки. Здесь были боевые действия. В стране идет война, друзья. Все, вот видите, как здесь побитые, постреленные заборы. И мы вон нашли там велосипед в кустах. Но брать его ни в коем случае тот велосипед нельзя, потому что он может быть заминирован. Но это не шутки. А ты что думаешь, я, дорогой, взял вот этот сладенький, и ты будешь впереди ханет и щупать мне все. Потому что, ну, взорвется, что я буду взорваться? Оно мне не надо. Поэтому, ребята, вперед, иди. Я не могу. Ты же этот, давай. У меня ручек нет. Что? Все, я не могу. Я боюсь. А покажи в натуре, я сейчас вам покажу. Смотрите, как будто его приныкали. Но это либо как будто кто-то украл и заныкал, чтобы забрать на следующий день. Либо это в натуре как часть заминированной заманухи. А ну стрёмно, но его в бане. Лёша. Мужики, ну, топором проверить. Лёша, тебе не с руки уже брать топор в руки и молот. Или... Ты уже уважаемый человек. Или стряги. Ты уважаемый. Маникюр мой не повредит. Ты что? Дай мне по барабану. Мне надо аккуратнее есть с тобой и поводиться, потому что ты деньги приносишь теперь в наш эфир. Ну, естественно. В наше общество. Пойдем, пойдем, дорогой. Я сказал, что я вас не подведу. Пошли. Я вас не подведу. Я вас тоже не подведу, Алексей Владимирович. Алексей Владимирович, подождите. Алексей Владимирович, пожалуйста, проходите. Проходите. Проверь сначала, мин там нету. Проходите. Аккуратно, не ушибитесь. Помоги мне голову. Ты уже перед Алексеем Владимировичем за деньги на все готов. Лишь бы только, чтобы это вот. Чтобы только вот это показать, что ты умеешь. Это ж водочка делает с людьми, я не знаю. Как этот, как шнорк полез. Игорь, ну мы с тобой в равных. Так, открывайте вот это, что это? Склад какой-то или что это? Алексей Владимирович, простите, мы траву не успели покосить здесь. Не тратьте мое время, быстрее скрывайте. Ну слушай, ты мне обещал, что все будет по часам. У меня следующая встреча будет. Буквально три минутки. Игорь, у меня следующая встреча. На хера такое делать? Вообще реально долго. Очень долго. Давайте, ребята, это непрофессионально. Сусанин, ты что уже? Сумасшедший. Кстати, здесь под сигнализацией. Я перерезал. А? Я перерезал вон. Там масочка сверху уже живет. А, ты разрубил? Да. Идем дальше. Алексей Владимирович, простите, вы ключ просто потеряли. Сейчас, сейчас откроем. Ну, не смешно, ребят, реально не смешно. Друзья, мой знакомый создал YouTube-канал. Там он играет на компьютере с крутой графикой в игры на максимальных настройках в 4К. Каждый зритель, который любит поиграть, может присадиться к нему на канал. И вместе проходить любимые стрелялки и стратегии. Канал называется Сергей Лановлюк. А также каждое воскресенье он проводит стримы. Залетайте, будет интересно. Проходите, Алексей Владимирович. Ложи свою, поеду на меня. Поедете на шубки? Хорошо. Давайте, а я вас снизу встречу, хорошо? Да, давай. Держите. Оденьте, чтобы не ударились, пожалуйста. Оденьте, чтобы не ударились. Да, она грязная, вытри ее. Еще. Надевай себе, я буду нарушать безопасность. Поехали вниз. Кстати, обратите внимание, что здесь висит советская сигнализация на разбитие стекла. На каждой форточке установлен специальный датчик. Прямо на разбитом куске стекла висит датчик зафиксированный. Вот он. 88-й и 86-й. 86-й и 88-й. День, год Чернобыля. А что там? На. Разбери там. Разбери мне геркон, быстро. Владимир Ильич, свасти, пожалуйста. Ну что, Алексей, проходи. Дверь закрывает засадку. Да. Прикройте. Спасибо за дождение. Не знаю, давайте еще ботинки можно нормально отойти. Я хочу, хочу, хочу. Проходите, Алексей Владимирович. Раз. Ступай, ну не шурши три минуты. Так, дорогие друзья, раньше лампочки были настолько примитивные, вот такие вот обычные, простые. А сейчас технологии шагнули далеко очень вперед. И вот компания Феникс, наши друзья, с которыми мы уже много лет сотрудничаем, они нас постоянно снабжают светом, потому что вы знаете, что без света под землей капец. Самыми лучшими фонарями нас снабжают постоянно. Мы с ними лазим, мы отвечаем за это качество. Феникс, шикарный свет. Они нам постоянно присылают, друзья. Смотрите, не ошибитесь, единственный в Украине дилер, официальный, Феникс ЮА. Заходите по нашей ссылке, покупайте. О, классные фонари Феникс. Пользуйтесь на здоровье. Шикарно вообще. О, опа. Игорек, иди обнову получай. Так, свой сдать. А, не, подожди, я не могу. У тебя что? Феникс, вот смотрите, целый год. Вот смотрите, за год не царапинки, практически. Все как новенький. Да. Розовенький. Да. Легенький такой. У тебя, Игорек. А что не работает? Все работает. У-у-у. Еще. Слушай, красный есть. Красный есть, и какой хочешь есть. Класс. А ну. О, какая толстая лента теперь. Даже если головой где-то шибанешься, голова будет вместе, цели. Ну как? Снять? Так, ребята, мне этим быстро выделили. Я смогу нормальную тему западать. На. Молковый? Ну, смотри какой. Леха, денег захватит для всех. Способили конкретные. Венех, Лео. Алексей Владимирович, коль такое дело, может быть, тогда лампочки не будем вкручивать. Мне нужна гарантия под Эмита. Так если гарантия упала, то уже все. Нет. Только венех встает хорошая гарантия. Так, ключи мне. Заглушку там выни, выни. Вещи, Алексей Владимирович, фанатки, что ли? Игорь Алексеевич, ты что? Сейчас, одну секундочку. О, наглушечка. Что это такое? Игорь, тебе надо чарочку налить. Что-то ты не сграбный сюда. Ты ядрит Мадрид. Алексей Владимирович, Алексей Владимирович. Подними гарантию пока. Алексей Владимирович. Виталий, ты что, брат? Я сейчас все сделаю, Алексей Владимирович. Щипай его, он с утра не выпил, не может не сидеть. Ногти стричь надо. Где? На хера. Мне денег нету. Давай я скажу. Зарплату же не платите? Алексей Владимирович, дай сюда. О, видишь? Раз вот так и сделал. Откатил. Давай крышку. Подними гарантию. Подними гарантию. Гарантийный билет упал. Что это такое? Пресс, 3 секунды. О, нормальная тема. О, как красиво. Алексей Владимирович. Подважка стюм. Нормально? Подважка стюм. Просто вот. Так, дорогие друзья. Феникс присылал очень много фонарика. Очень много всяких интересных штучек. Подарочки нашим друзьям. Так что заходите, покупайте фонари Феникс по нашей ссылке на сайте феникс.юа. Там только оригинал на нашем сайте. Феникс.юа. Только оригинал. Заходите, покупайте. И мы погнали исследовать. И, кстати, пацаны, все видосы, что мы снимаем с 14-го года снимаются вот на этот Феникс. Ему 10 лет вот этому фонарю. 10 лет прошел этот фонарь. Все видосы, что вы смотрите, снят на него. Диман, как ты с этим лондарем снимаешь? Наработать вообще не хочешь. Алексей Владимирович, ну зарплату надо платить. И тогда будем работать. Иждивенец. Игорь, хватит баловаться. У меня еще сегодня три встречи. Показывайте, где, что дальше. Пойдем. Пойдем. Назва организации. Обданная фабрика. Смотри. Советская Украина. Советская Украина. Охрименко Владимир. Если ты подписан на суперсуса в моей окне. Вот, но я думаю, тебе уже 48 лет, и ты спился, как Игорюк. Поэтому, ребята, бросайте заниматься этой всей штукой. Вот это денег стоит. Это же печатка. Аварийный выход. Сейчас по новым нормам. Обязательно должен быть. Ковер, ты чего не подмег? Ты хоть специально. Это все на сигнализации, чтобы было видно. Пой, подмеги меня. Быстро. Ну что, открывай, будем выходить. Ага. Славик. Ну что я тебе скажу, Славик? Первое место, в принципе, нормально. Ну, как тебе сказать? Как сегодня что? Это рухлят старая советская. И вообще, слушай, вы тут лазите, как бомжи какие-то. Вот это тигерство свое. Ну, отстой. Вы постараетесь что-нибудь. Сделайте нормальное. Сделайте нормальное. Ну и вообще, смотри, чувак. Бросил пить. Вот. Стараться надо, понимаешь? Ты мне херню всякую подмешивал. На меня смотри. На меня смотри. Ты мне подмешал всякую фигню, какую-то вот эту гич творили, клоунаду. И что? Взялся за ум, взялся за ум. Все. Главное, главное, чтобы ты... Слушай, Славик. Ну, к чему-то ж надо идти. То вы как оболтусы тут лазите. Ты читал вообще Корнеги? Бизнес-литературу какую-то, философию какую-то. Стоицизм. Чтобы быть крепким, быть сильным, быть развитым. История канализации. Можешь и это почитать. Ну, образовывайтесь, ребят. Но надо же ставить для себя. Выходите из зоны комфорта. Зарабатывать деньги. Быть крутым по жизни. Алексей Владимирович. Золотые слова. Вот вообще, да? Классно, как сказали. Ну, ерничает опять. Ерничает опять в клаки полезет в канализацию. Учил, учил. Насильно вил не будешь. Насильно не заставишь человека выйти из этого, из этих помоек. Вот как? Человек живет просто, он так привык. Какая цель? У тебя есть, я вижу, у тебя куча действий. Куча действий. Но они не направлены на результат. Нет вот этого Экигая. Не достиг ты его. Не достиг. Понимаешь? Ну, что ты? Ну, вот. А, я тебе знаю, это рыба такая. Иван Гай. Ребята, сейчас я вас, конечно, не брошу. Держи, я тебя оформил младшим консультантом в нашем инвестиционном фонде. Будешь работать на нас, в общем. А я? О! Слышишь? Настоящий? Похож? Подожди. Громой скажи. Леш, настоящий? Ну, естественно. Смотри, что у меня есть. Алексей Владимирович, а я? Нет. Игорь. Ты еще не заслужил говорить. Ну, на двоих такая пойдет. По-моему, одинаково. Можешь и ты пользоваться. Я тебе буду давать. Класс. Двигаемся. Класс. Леша, мы отработаем тебе большие земли. Здесь покажем тебе. Все так красиво сделаем. Постараемся. Алексей Владимирович. Быстро. 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 Вот туда. Так, теперь мы знаем секретное слово. Но тайную комнату мы так и не нашли. А я очень хочу знать, что там внутри в ней находится. Надо ли ее искать? Хопа! Да, сейчас мы доберемся. Своего успеха мы ее найдем. Ты понимаешь, что если на пути к тайной комнате попадаются магические книги, то там в тайной комнате вообще... Ого, что? Я чувствую, она где-то здесь близко уже. Так, что у нас есть? У нас есть тайная книга и тайное кодовое слово. Слот Сити. О, а что здесь написано? Это магические символы. Книга, скажи мне, что здесь написано? Тут написано, только избранные могут получить кубок Слот Сити. А, так я теперь понял. В тайной комнате спрятан кубок Слот Сити. Это наш шанс. Погнали искать. Шанс. Там, где ты. Слот Сити. Алексей Вадимирович, будем восстанавливать или нет? Леднюю террасу. Метана, меня интересует только земля. Я тут все снесу. Тут будет многоэтажки, многоуровневые паркинги, торговые центры. Коммерция, нормальный движ. А вот эти санатории, больницы, оно никому не надо. А метро подтянете мне сюда? Метро тоже это убыточная штука. Метро вообще закроем. Будут все ездить на рейндж-роверах сверху. А что тут будет? Какой-то бордельчик? На вольвах, на рейндж-роверах, на мерседесах. Бордельчик. Автобусы. Бордельчик. Выкорчеваем все трамвенные пути, а сделаем нормальный движ. Париж. И дорогие. Не балуйся. О. Алексей Вадимирович, я нормальный человек. Видишь, кстати. Я буду вот эти земли брать, они мне не подходят. Это под инвестиции не идет. Давай снесем, построим многоэтажки. Ты почувствовал себя успешно? А так и есть. Должен быть артефакт, ребята. И тебе говорю, Лодор. Должен быть артефакт у тебя, что-нибудь такое дорогое, что стоит, либо часики какие-то. Ты их постоянно трогаешь и заряжаешься на успех. А, мужской аксессуар? Да. А, вон чего ты шеринку трогаешь постоянно. Все финансовые лидеры об этом говорят. Как моя куртка, типа. А ну, покажи. Вот это твой аксессуар. Как моя куртка? Да. Видно там? Дима. Новое. Ты ездишь на дорогой машине, а вот это занимаешься непонятно чем. Что это за куртка? Купи себе нормальный. Уходишь в обносках, пьешь с разбитой посудой. Это психология бедности. А я сегодня тоже постарался, нашел хорошие подтяжки, вчера туда выкинул. Вот это блестящее приманивает золото, приманивает богатство. А вообще, это психология бедности. Носить на себе рваное, пить сбитых стаканов, жрать недоедки, допивать за бомжами, недокурки, стрелять в сигареты. Это все. Выносить мусор после заката солнца. Игорь, мы это постоянно с тобой делаем. Занимать деньги, рассыпать соль. Это все психология бедности. Я вчера рассыпал соль, голубям давал. Бедности. А какая психология тогда богатства? Психология богатства описана в книге Карла Маркса. Надо просто покупать чужой труд. Это Карл Маркс написал, это не я придумал. Покупать вот таких вот лодырей, как ты, оптом, а продавать их в розницу. Все так делают. Все глобальные компарации набирают рабочую силу, чернь рабочих, за копейки. А продают, продают. Вы думаете, это там мировой заговор. Это всегда было так. Рабы строили эти пирамиды, а в них восседали феодалы, восседали императоры. И чхать они хотели. Они пили вино, жрали дорогих устр. Совершенно верно. И куда? И в унитаз все-таки пускать давно. Ты сказал прийти, рассказать тебе секреты финансовой грамотности, я рассказываю. Потому что сколько ты снимаешь уже влог? Двигаться надо вперед. Заниматься тем, чем тебе нравится. Понимаешь? Вы получат за эти хорошие деньги. Не быть ремесленником по жизни, это ремесленничество какое-то. Ты можешь кому-то поручить, что в другой влог снимал? Нет. Ну, ему. Алексей, я, наверное, пойду сейчас деревья снимать. Сошкуривать. Ну, если ты не считаешь, Дима, это же не значит, что его нету. Оно есть. Оно есть. И считают за тебя. Лучше я буду это считать. Сам, своими зубами. Своей губой буду считать это. Ну, чем кто-то другой за меня, будет заниматься то, что важно мне. Сел, расслабился, пивка выпил, телевизор включил. И все. Ты больше не развиваешься. Нет. Просто человек тухнет от этого, от картошки фри. От картошки фри человек тухнет. Транжиров покушал, отложил себе кусочек. Покушал, отложил. Накопительство. Все тащить в дом. Все тащить в дом. Денежку притащил, денежку притащил. А где же отдавание? Когда ты будешь отдавать людям? Отдавать ты должен. Отдавать энергию, деньги, отдавание. Все проходит. Ты с собой на тот свет ничего не заберешь. Не заберешь, Дима. Что ты? Заберешь машину или все. Пришел ты голый в этот мир и уйдешь голый. Похоронят тебя, либо вкремируют, прах развеют. Все, ничего не будет. Понимаешь? А говорят, что да, у гроба нема прицепа. Нема прицепа. Прицеп есть только у женщин. У гроба не будет его. Так, ребята. Если сейчас мне понравится это здание, и там есть элементы архитектурные, все вот такие изыски, как я люблю. Я это восстановлю. Давай, Димка, покажи. Жулик. Жулик вы, Алексей Владимирович, все-таки. Типичная советская остановка. Можно переделать в банкетный зал, там посудомойка будет сидеть, посуду мыть. Пойдемте. Слушай, сколько тут подвод электричества? 380? 4 киловатта или 12? Ой, ой, аккуратно. Тротил, тротил, Леша. Леша, ты не шути с этим. Тебе и так руки это... У меня палец один чуть-чуть. Собака застряла, да? Тут в оккупации все было, и лучше не трогай бездомные предметы. Понимаешь? Так, что это такое, скажи? Ну, тротил, скорее всего, это шашка. Не знаю трогать. Сколько этажей в этом здании? Не знаю. А, да вы там на улице просто. Не, это просто дупиковая комната. Гнездышко, смотрите. Птичка гнездышко сделала себе. На заброшке. На заброшке. О, кстати. Смотри, как тут природа развита очень сильно. Человек, друзья, когда уходит, два года прошло уже. Война, два года. А природа возвращается. Смотри, есть передача «Жизнь после людей». И там через 10 лет что будет, через 100 лет что будет. Через 100 лет сказали повернуться динозавры и все остальные животные. Начнут города заходить. Бетон начнет разрывать большие корни деревья, потому что их никто не выкорчевывает. Ну все, начнется людское исчезновение цивилизации человеческой расы. Алексей Владимирович. Алексей Владимирович. Мы же с вами сотрудничаем. Леша, ваши принципы. Вот вы когда строите объекты свои, вы сохраняете природу? Ну деревья, гнезда, ласточек. Вы выкорчевываете ковшами или делаете так, что дерево сквозь дом растет, его оставляют? Есть разные подходы. Ну я у тебя спрошу. Когда человек, ему не хватает просто на пропитание, как думаешь, как он строит? Эта ласточка ему что, денег платит? Ему сверху заплатили, он снес все нахрен ковшом. И все, и пошел. И ласточку, и белочку, и все. Алексей Владимирович. И все, Закарпатья вырубил и отравил. Алексей Владимирович, давайте лучше спокойно жить, но не уничтожать ласточек. А что думаете все-таки побеждает, коммерция или мораль? Коммерция всегда побеждает. А я думаю, что мораль. Деньги побеждают. А я думаю, что мораль. Деньги, деньги. Вот умер ты и нет у тебя денег. Ну за мораль ты долго не проживешь. Почему? Ну потому что. А сколько тебе надо, то есть для жизни? Ну разному человеку по-разному надо. Ну среднестатистическому человеку. Среднестатистического нет. Мы только что это обсуждали? Кто? Где? Покажи мне среднестатистический. И в чем тебе среднее? Ну вот и все, средний. У тебя средний? Да. Ну и сколько сантиметров? Алексей Владимирович. Что-то такое. Так, уважаемые друзья. Я тоже нормальный пацан. Бизнесмен практически. Кому интересно, подпишитесь на мой инстаграм-канал Сладкий Гадкий. Там внизу будет внизу. Димочка сделает ссылочку в описании. Там абсолютно бесплатный. Никакой коммерции. Все чисто от души. Жду вас. Славь. Объявляй день. Открытым, пожалуйста. Здание просто шикарное. Можно сделать и пивной ресторанчик, и рыбный ресторанчик рядом. На разлив пива. Будет все безоплатная контактная карта. Войдем в Мишелин. Пять звезд получим. Люди со всего мира будут сюда съезжаться. Купаться в этих чудесных ваннах. Мы будем жарить тут картошку. Леша, слышу, такой момент. А ты вот как бизнесмен и как трезвенник других людей. Ты будешь спивать на коммерческой основе? Естественно. Конечно. Каждый для себя сам решает. Нельзя так сказать, будет ли нет. Культура в Ифрике существовала еще с Древнего Рима. Поэтому отказываться глупо от прибыли. Все будут, ну, как человек будет пить. Ну, будет он бояру пить на лавочке. Пускай лучше он придет в ресторан. Сядет в такой чудесный ванну. Ему нальют пиво вот так вот по грудь. И он возьмет трубку и будет сидеть. И пить вот так вот. Понимаешь? У него грудь начнет расти. И он будет сидеть и хлебать. Ну, прикинь. Вот так вот. Ты приходишь в ресторан. Сюда садят бихбро. Ну, ему пиво меньше. Знаете, закон Архимеда. Половина выйдется. Сюда садят котофеи. И они хоренькие сидят друг на друга. Вот тут бокальчики потягивают. Так раз. Чокаются с борщами бокалом. И пьют. Ну, круто ж. А вот тут раки вареные. Тут трюфеля, колбасы. Вот тут сыры нарезка. Вот тут такие ребрышки копченые. Ой, мишка. И ты тут сидишь вот так вот. О, досочка. Нам на доске такие официанты. Раз, два, ставят. Говорят, угощайся. Петерич, бери вот на левочке колбасочка. Мясная доска на троих. Мясная доска на троих. Взял бокальчик. Взял. Раз. Оп. 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 И все. Пьет, не пьет человек. Это его дело. Но деньги-то он мне приносит. Ну да. Я не говорил. Левые идеи, социализм, государство должно что-то. Нам надо, нам надо обеспечивать самим себя. Делать хорошо себе. Себе. Деткам своим. Мамочке, папочке, племянничкам, сестричке. Кум. Куме. Брат-сват. Брат-сват. Кум-брат. Марамойка, давай мне показывай земли дальше. Владимир. Алексей Владимирович, выпить бы сейчас. Ты что? Алексей, у меня все. Ты возбудил ему аппетит. А это я тебе вот это, маркетинговое, я же так рассказал. Я же курсы аудиного маркетинга прошел, когда язычком так ляпаешь. И люди такие получают. Аудиного. Да, они в ушки влетают от этих, и бесы разврата его мучают. Кто-то кушать хочет, кто-то выпьет. Да я понятно. Желудочек у меня разъезжался. Это бесы крутят, бесы. Язычок твой у меня. Пойдем, пойдем, пойдем отсюда. Так, друзья, это самая настоящая вылазка в самое секретное место под Киевом. Мы сегодня пробрались в секретный санаторий с Алексеем Камрадом. И попробуем сегодня ему втюхать землю, которая ничего не стоит за пару лямчиков. И трошки нагреемся на этом. Он-то не понимает этого, а мы-то в этом деле нормально подкованы. Что ты там говоришь? Не-не, я говорю, пойдем, я вам дальше покажу. Алексей Вадимирович. Слушай, а вообще, ну как ты, ты зазнался после того, как вот первые деньги начал получать? Вообще да. Ну как бы да, а что нет? Сейчас скрывать-то. Как вообще планируешь дальнейшую свою деятельность? Еще дальше развиваться в зазнании своем, чтобы стать выше всех? И последний блиц вопрос. Отвечаешь либо да, либо нет. Так. Помидор или клубника? Клубника, конечно. Палочка или кружочек? Палочка, которая желудочная? Ну да или нет? Да. И последний заключающий вопрос. Дядь Коля пришел уже смотрит. Последний вопрос. Рыба или мясо? Ну рыба что, не мясо или что ты мне за вопрос задаешь? Рыба, конечно. Ну вот, рыба. Рыба. Мясо. Рыба. Вот, вот это артхаус. Вот, это известные художники. А кто это делал? Авангардисты, художники 60-е, 70-е года. Вот, ну типа. Алексей, давай здесь музей геноцида сделаем. Такой вот, типа, ну вот этих вот всех тоталитарных памятников. А тут посередине, кстати, человечек, который он этим и занимался стоит. Можем здесь собрать всех, что это вот, демонтированные памятники запрещенные. И тут сделать такую показатель. Типа бюсты до Ленина. Да, да. В одно место стащить, да? Да, и будем на них гадить. Пацаны или не пацаны? Да на церство! Пацаны! Настоящий бизнес можно делать только на высокомаржинальных плечах. Маржок! Дорогие друзья, не пишите гупости по поводу Припяти. Вы прекрасно понимаете, что война идет в стране. Слава нашим захистникам и нашим героям. Слава ЗСУ, то, что мы имеем возможность сейчас так гулять. Вот вам, как в Припяти почти здесь можно показывать. Такое интересное. В Припяти все сейчас заминировано. И, как бы, туда мы не пойдем, пока идет война. Так что не пишите про Припять и не спрашивайте. Пока будем такие вам места показывать, похожие поблизости на Припять. Дорогие друзья, пишите больше, комментируйте больше, чтобы до Нового года уже осталось чуть-чуть. И осталось чуть-чуть до 2 миллионов подписчиков. Так что помогите добить 2 миллиона подписчиков, пожалуйста. Пошли, я нашел высокомаржинальный вход. Пойдем. Это мой пиджак. Знаешь, что мафия с 60-х. Хочу его мазать. Чикаго. Бульс. Чикаго Бульс. Очки мои не трогай. Не разбей. Мартышка и очки. Лешка. Вызывай юриста. Я землю показал, давай сделку делать. Давай мне юриста сюда. Адвокатика. Лешка. Мы с тобой, дружочек мой, Лешка, сколько прошли вместе-то, а? А теперь на деньгах вот так вот клеим друг друга. И что ты хочешь сказать, что деньги главное в мире? Главное, это Лешка пожрать вкусно. Это главнее всего на свете. Я ж тебя, дружочек, спаивал. Ты же у меня плясал. Я ж тебя дурака делал. Выделал, как из глины лепил тебя. То, что получалось. Старался. Вылепливал. А теперь куда ты подался? Решил оставить бесов, да? Твоих друзей. Настоящих друзей, которые никогда не бросят тебя. Бросил их, да? Обои чесноком воняют. Алексей, Алексей Владимирович, а? Как вам правильно сказать? Дзен или деньги, а? Я вам задам ответный вопрос, как вы мне сказали. Дзен все-таки или деньги? Что ты там это? Пошли показывай дальше. Что там, пацаны? Разваляли весь корпус. Нам на демонтаж меньше денег тратить. Ну, вон, посмотри. Тут бахнуло. В натуре попозренно. Ну, посмотри. Смотрите, какой характер повреждений. Кто понимает, напишите. Пуль, кстати, нема. Если бы это валили с автоматика, могла бы пулька где-то застрять. Какой с автоматикой это? Могла бы пулька где-то застрять. О, смотри, да. Осколки прям туда, внутрь влетели. Повыбивались. Да, посмотрите, все внутри в осколках. Ребят, мы действительно не шутим. Это действительно территория была под военными действиями. И действительно тут может быть и мины. И поэтому, ребят, с этими шутки очень плохи. Посмотрите, даже потолок просекло. Как пробило потолок. Что это было? Вот, был прилет. Пострадало и здание, и дерево. Посмотрите, какая была огромная сила этого снаряда. Что оно сломало такую толстенную сосну. И даже какими-то осколками. Потому что это я на неприеме попадания. Это просто волна проходила. Еще и повредила плитку и кирпичи здания. Несущую часть его. Огромная, колоссальная сила. Вы, наверное, сюда на дорогу. Я тоже думаю, по дороге нахожусь. Так, ты прикинь, это дегнуло, и оно вот сюда упало. Вот ствол идет. А, вот оторванная часть, смотрите. Вот кусочек дерева, который был оторван, и он аж сюда отскочил. Вот, ребята, первые пионеры. Копают золото. Копают золото. Пока еще просто лопата. Еще металлоискатели не придумали. Еще Камрад просто не открылся в магазин. Потом они придут с детекторами. Алексей. И вот тут вот, смотри. А, под юбку хотели. А, глянь, там осколочек. А ну достань. Достань, достань. А он вниз уходит внутрь. А, вот, вот, вот есть, я нашел, смотри. Достань, достань. Вот, прямо ржавенький лежит внутри. Вот это, да? Да. Видишь, как он? О, сейчас определим. Вот, видишь? Бери на ладоню, он не опасный. Вот такая жаль. Так, это осколочек как раз от разрывной мины. Кто конкретнее знает, напишите. От малых скорядов, скорее всего, 155. А ну, покажи, а можешь достать. А, смотрите, вот, вот. Ого. Ты его хер достанешь. Застряла есть отвертка или нож? Патроны или со сколок? Со сколка кусок, смотри. На ладонь возьми. Ни хрена себе, какая смертоносная фигня. Лень, прикинь, вот такая вот, баламба в тебя влетает на скорости. Просто выворачивает кишки наружу. Дорогие друзья, вот так вот жили-жили-жили-жили, не тушили, все было хорошо. Ничего не ожидали. И вдруг в наш дом пришла беда, горе вот такой вот, война. И чуть, как говорится, нас не поубивало. Но живем пока, двигаемся как можем. Так что держитесь, поддерживайте друг друга. Самое главное, пацанам, которые на фронте, особенную поддержку выражаем. Потому что это страшно. Это, видать, то, что нашли на этой территории. Обломок вообще. Там на сигнализацию на палочку закрыта. Друзья, тут был дом пионеров. Звучал детский смех, были кружки, авиамоделизма, тракторизма и так далее. Но потом пришла война. Забили все досками, все разрушено. И нет теперь у нас детства. Потерянное поколение. Видишь, Дим, как похудел. Как бухать перестал. Сразу 10 килограмм ушло. Видишь? Видишь? Я как фахид. Даже стекла не страшны. Так, а потому что, ну, вот это открыто нет. Открыто не нужно. Заходи. А, здорово, ты весь залаз? Да, я теперь залаз пробил. Сусаня уже разъединился. Он, кстати, толстый. Это вы худые прорезы, гань там. Заходи, я теперь сделаю. Так, а это был либо актовый зал, либо какой-то концертный зал. О, ты шо? Можно так, видишь? Авиамоделизм, про что я говорил. Это руками нарисовано вручную. Смотри, какие витражи. Тоже делалось руками. О, как аду. Как аду. Калибрис. А он, бля. О, пивник. Вау. Вот, смотрите. Вот, Алексей Владимирович. Алексей Владимирович, вот, смотрите. А где Алексей Владимирович идём? Алексей Владимирович. А документы? Короче, я сваливаю. С этими лодерами каши не сваришь. У меня следующая деловая встреча. Ари Ведерчи. Парни, короче, не... Ну, шо я могу сказать? Еду уже навстречу в Киев, опаздываю. С ними ничего не сваришь абсолютно. Сустам шаромыжничает что-то. Второй тоже лодер. Ребята, деньги надо делать здесь и сейчас. У меня сейчас встреча. Лечу. Пропусти меня чуть-чуть вперёд. По кругу и на Киев.